Здарова народ, в эфире Хьюстон и сегодня у нас речь пойдет об Insurgency Sandstorm. Как многие из вас наверное знают, буквально на днях закончилась первая волна бета-теста, и мне хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями. В качестве вступления, и возможно для тех, кто никогда не слышал об Insurgency Sandstorm, скажу, что данная игра является собой тактический шутер. То есть в бою мы имеем минимум интерфейса, патроны считаем самостоятельно, никаких миникард с подсветкой противника у нас нет, пули наносят весьма щитимый урон, для того чтобы уничтожить противника, достаточно попасть в него 2-3 раза. Также мы не имеем никаких технических вундервафлей, вроде там беспилотников, датчиков, сердцебиения и т.д. и т.п. И также наша оснащенность никоим образом не зависит от времени проведенного в игре и нашего ранга. Как итог, в бою чаще побеждает не тот, у кого лучше обвеса на оружие и быстрее реакция, а тот, у кого лучше позиция. Sandstorm является идейным продолжением оригинальной Insurgency, и в принципе давайте постепенно переходить к осмотру нововведений. Первое, что, безусловно, бросается в глаза, это, конечно же, новая графика. Игра создается на движке Unreal Engine, и в этом ее как большой плюс, так и большой минус. Позитивный момент заключается в том, что на новом движке игра, безусловно, заиграла новыми красками и выглядит реально достойно. Перестрелки, локации, оружие, все это выглядит красиво, свежо и современно. Смотреть приятно. Но в то же время негативный момент, о котором я упоминал, заключается в том, что оптимизацию в игру не завезли вот вообще от слова полностью. Для примера скажу, что моя GTX 970 вкупе с i7 процессором и 16 гигабайтами ОЗУ с большим трудом смогла обеспечить всего лишь 60 фпс. И ладно, если бы это были стабильные 60 кадров в секунду. Но, увы, были серьезные просадки, которые также сопровождались довольно частыми скачками пинга на серверах, что суммарно делало игру, ну, мягко говоря, малоприятной. Касаемо графики вроде бы сказал все, что хотел, и теперь пару слов касаемо новых карт. Их на этапе бета-тестирования было представлено всего лишь три, и что про них стоит знать? Во-первых, конечно же, новые карты стали значительно больше, чем в оригинальной Insurgency. Я думаю, как минимум в два раза больше, чем любая из карт, которая была в оригинальной игре. Также на картах стало намного больше заходных зданий. И все это, конечно же, дает нам множество тактических возможностей и позиций, которые выгодно занимать в тех или иных ситуациях. В то же время все карты абсолютно по-разному играются в разных игровых режимах, которых на этапе бета-теста было доступно всего три. Это Firefight, Skirmish и Push. И сейчас пару слов по каждому из них. Firefight или же Перестрелка являет собой противостояние двух команд за три точки, расположенные на ограниченном участке карты. Победа достигается путем захвата всех трех точек, либо полного уничтожения команды противника. По моему мнению, на этапе бета-тестирования это был самый удачный режим, поскольку карта была доступна не в полном размере, что обеспечивало оптимальную плотность игроков в игровой зоне. Перестрелки случались довольно часто и были вполне себе интересными. Чего нельзя сказать про режим Skirmish или же схватка, в котором помимо захвата все тех же трех точек, каждая из команд должна была уничтожить бензовоз противника, чтобы отрезать ему доступ к дополнительным возрождениям. Кто играл в оригинальную интсерженсе, конечно же догадался, что бензовозом заменили оружейный тайник. Ну и вернемся к проблеме режима. Главная проблема данного режима заключалась в том, что карта была доступна в полном размере. И когда команды численностью в 14 человек разбегались по ней, часто случалось так, что игроки противоборствующих команд просто не могли найти друг друга. Лично мне часто случалось добегать до вражеского тайника и уничтожать его, не встретив ни одного противника на своем пути. Я считаю, что для комфортной игры в данном режиме, при текущем размере карт, численность команд должна была составлять хотя бы по 20 человек. Конечно же, это все на любителя, но в то же время. Заявленная разработчиками максимальная численность игроков на сервере составляет все так же, как и в оригинальной игре, 32 человека. Как это все будет играться, как это все будет развиваться, будем смотреть, пока судить рано. Говоря о последнем из трех режимов, пуш или же штурм, он тоже не остался без проблем. И основной проблемой стали запретные зоны. Поклонники оригинальной интсерженсе, конечно же, помнят, что запретные зоны являются собой территорию, на которой запрещено использовать оружие. И созданы они были для того, чтобы игроки обороняющейся команды не уходили кемпить в тыл атакующей команде, крысить спаун и т.д. и т.п. Но в реалиях Сеншторма на новых больших картах точки, которые необходимо захватить атакующим, разделены расстоянием примерно в 100 метров. Из этих 100 метров, как правило, метров 70, это территория, на которую команде, которая обороняется, заходить нельзя. И получается, что захватив первую точку, команда атакующих просто бежит в следующие 70 метров по огромному, хорошо проработанному городу, не встречая никакого сопротивления, потому что обороняющаяся команда не может заходить на эту территорию. В итоге получается довольно дурацкая ситуация, когда мы имеем огромную отличную карту, но при этом бои ведутся там на отдельных ее маленьких участках. И получается, что полностью потенциал карты, да не то, что полностью, даже половина потенциала карты в режиме штурм не используется реально. Тем не менее, как можно решить эту проблему, очень просто. Поскольку отказаться от запретных зон мы не можем, поскольку, опять же-таки, пойдут действительно кемперы сидеть в каждый дом, пойдут крысить спаун и т.д. и т.п., можно сделать очень просто. Вместо трех классических точек для захвата можно сделать, допустим, пять на каждую карту, или шесть. Таким образом, расстояние между точками захвата уменьшится, уменьшатся вот эти вот безлюдные зоны, и, соответственно, бои станут интенсивнее и интереснее, карты заиграют по-новому. Но пойдут ли разработчики по этому пути, или ставят все как есть, или сделают по-своему, это мы уже будем посмотреть. С режимами игры и картами мы, пожалуй, на этом закончим и перейдем к звуковому оформлению игры. Здесь стоит отметить, что разработчики создали довольно сложную, и не побоюсь этого слова, потрясающую систему распространения звука, благодаря которой вы будете по-разному услышать звуки, в зависимости от того, где находитесь сами, и где находится субъект, который их издает. В учет берется все. Находитесь вы снаружи или в помещении? Находится, допустим, там стрелок, выстрелы которого вы слышите снаружи или в помещении? Сколько препятствий между вами? Какой они формы? На каком расстоянии все это дело находится? Все это берется во внимание, и система звукового сопровождения, система распространения звуков в игре действительно крутая. Из негативного по аудио части отмечу, что в ходе бетки довольно часто и у меня, и у других игроков пропадал звук стрельбы. Но так, в принципе, других багов я особо не заметил. Далее. Следующая наша подтемка – это оружие. И первое, что хочется здесь отметить, это то, что выбор оружия в Саншторме стал ощутимо больше, чем в оригинальной Инсерженсе. Это касается как основного оружия, то есть штурмовых винтовок, СМГшек и т.д. и т.п., так и второстепенного, то есть пистолетов. Также из существенных изменений отмечу, что серьезно переработали отдачу оружия. И в той или иной степени она стала приближенной к реальной. То есть если у семейства М16 в реальной жизни минимальная вертикальная отдача, то и в игре она будет минимальной. Если КСУ в реальной жизни при стрельбе очередями кидает только так, поверьте мне, я стрелял из-за КСУ очередями, то в Инсерженсе Саншторм его будет кидать только так. Зажимов на 30 патронов, как, допустим, я мог это делать в оригинальной Инсерженсе, в Саншторме больше не будет. Ну или точнее они, конечно, могут быть, но результативность такой стрельбы, конечно же, будет минимальной. Лично для меня это безусловный плюс, то что стрельба стала более сложной и более правдоподобной. Ну а с негативного отмечу то, что намного менее приятной в сравнении с первой частью Инсерженсе стала СНСА. То есть чувствительность мышки стала неприятной. Понятное дело, что эта штука субъективная, но все еще. Мне целиться было довольно трудно с новой СНСОЙ, особенно учитывая, что параллельно у меня, как я уже говорил, просаживался ФПС и случались скачки пинга. Далее хотелось бы пробежаться по некоторым мелочам. К примеру, в Саншторме у нас появилось два вида перезарядки. Это быстрая перезарядка с потерей стрельного магазина или обычная перезарядка с сохранением недострельного магазина. Также пропали у нас экспансивные бронебойные патроны, которые можно было использовать в оригинальной игре за дополнительные очки. Появятся они или нет, это все еще вопрос, насколько я знаю, но мне бы лично этого очень хотелось, потому что борьба с противниками в тяжелых бронежилетах без бронебойных патронов иногда становится серьезной задачей. Также в игре появился легкий транспорт, но здесь без комментариев, поскольку поиграть я на нем толком не успел и то, чего не видел, рассказывать не буду. Да, хотел вот еще показать новый интерфейс выбора класса оружия. Классически в начале матча мы выбираем подходящий класс и дальше вооружаемся. Выбираем основное оружие, обвесов, как я уже упоминал, стало значительно больше, в том числе и на пистолеты, что тоже интересно. Можем теперь смотреть характеристики оружия подробно. Единственный минус нового интерфейса, как по мне, это то, что для того, чтобы изменить каждый элемент экипировки, мы должны переходить в его как бы подменю. В оригинальной инсуре все это дело было намного рациональнее, то есть ты нажимаешь, допустим, взрывчатка 1, у тебя сразу в другой части экрана появляется, что ты можешь взять туда. Теперь же мы должны заходить в взрывчатка 1, нажимать, переходить в подменю, выбирать гранату, возвращаться в основное меню, нажимать взрывчатка 2, переходить в подменю взрывчатки, выбирать вторую взрывчатку, возвращаться в основное меню, заходить в основное оружие, выбирать себе подвес, возвращаться в основное меню и так далее и тому подобное. Все это намного менее рационально, чем в основной, в основной говорю, в оригинальной части Insurgency, и как по мне все это можно значительно упростить в целях экономии времени в начале матча. Из приятностей в игру также завезли кастомизацию персонажей, и теперь мы можем довольно детально настроить свой внешний вид. Практически все, начиная от цвета кожи и растительности на голове и лице, заканчивая цветом камуфляжа, перчаточек и головным убором. К примеру, я заменил стандартный лесной камуфляж на некоторое подобие мультикама, поскольку считаю его более универсальным. Все это дело покупается за внутриигровую валюту, с 1000 единиц которой идет по умолчанию, и соточка дается за каждый следующий ранг. Но я так понимаю, что 100% будет донат наверняка. Касаемо сторон конфликта, если у сил безопасности униформа плюс-минус похожие, то инсургентов можно одеть на свой цвет и вкус. Единственная рекомендация, ребят, не злоупотребляйте с разноцветными всякими этими шарфами, потому что прилетать вас будет намного чаще и намного больнее. И кстати, еще один очень позитивный момент, то что несмотря на кастомизацию персонажей, стороны конфликта все равно выглядят очень-очень по-разному, и перепутать союзника и противника практически невозможно. И на этом я буду потихоньку заканчивать, в принципе рассказал все, что я хотел, и какие стоит сделать выводы. Инсерженси Сэншторм определенно во многом изменилась в позитивную сторону по сравнению с оригинальной игрой. Определенному Сэншторму есть огромный потенциал, но... Но пока что все это играется и чувствуется очень сыро. Начиная от мелких багов, заканчивая никакой оптимизацией, заканчивая тем, что в игре сейчас всего лишь три карты. Да, это бета, но это бета за месяц до релиза, и честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что разработчики за месяц завезут и новые карты, и оптимизацию, и пофиксируют баги. И поэтому я, честно говоря, очень сильно надеюсь, что релиз будет отсрочен. Поскольку если игра выйдет в сыром состоянии, она потеряет огромную часть своей потенциальной аудитории и не сможет раскрыться по максимуму. А потенциал, как я уже говорил, у Сэншторма довольно большой. Таково мое мнение по итогам первой беты. Друзья, пишите свои мысли касаемо Сэншторма в комментарии, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, больше видео по Сэншторму обязательно будет. Кстати говоря, вдогонку за этим роликом я публикую запись обычного боя, без никакого лишнего монтажа, без музыки, просто для того, чтобы те, кто не принимал участие в бете, могли посмотреть, как игра выглядит в настоящий момент. У меня же на этом все. Для вас, как обычно, старался Хьюстон. Надеюсь, видео для вас было полезным и интересным. И, как всегда, желаю всем низкого пинга, высокого фпса и ровных тиммейтов. Услышимся! Конец связи! И помните, как бы хорошо вы не играли, всегда найдется тиммейт со взрывчаткой, который положит этому конец. Продолжение следует...